Денис Яковлев. Здравствуйте, Денис. Прежде чем мы начнем, у нас сегодня Думская ТВ проводит эксперимент на Одесском пляже. У нас прямо сейчас на Одесском пляже находится наш корреспондент Роман. Сейчас Роман расскажет нам, каким образом ему удается там беспрепятственно, свободно, без денег воспользоваться свободой пляжа и получить все необходимые, желаемые ощущения. И удается ли ему это сделать? Давайте посмотрим. Роман, ты на связи. Здравствуйте, мы сейчас находимся в Думской ТВ возле пляжа, платного пляжа на территории клуба Ибица. И попробуем сейчас начать эксперимент. Немножечко прервалась связь, но мы будем, как только связь восстановится, продолжать этот эксперимент и посмотрим, что у нас получится. Получится ли у Романа беспрепятственно воспользоваться свободным пляжем. К Денису Яковлеву, политологу, возвращаемся и продолжаем обсуждать грядущие выборы в Соединенных Штатах Америки. Кто лучше для Украины? Вот такой короткий вопрос Дональд Трамп или Хиллари Клинтон, два основных претендента. Да, я вот тоже задумался, какая тема более важная сегодня для Одессы, все-таки доступ к пляжам или выборы в Америке. Для Украины мы вот привыкли к мысли в глобальных постапах. И задумался в таком контексте, действительно, если победит один, какой из кандидатов должен победить, чтобы в Одессе был доступ к пляжам, да? Кто из кандидатов в Америке должен победить в этом отношении? Если бы только пляжи, ну давайте пляжи оставим нам и решим это как-то на своем местном уровне. Мы же не будем отрицать влияние Соединенных Штатов на нашу страну, безусловно. Конечно, это шутка, но все-таки я думаю в целом, что мы страна, в которой наше собственное прошлое намного больше влияет на наше будущее, чем предстоящие выборы в Соединенных Штатах. И здесь я думаю, что гадать не стоит, хотя разгорается сейчас очередной скандал, связанный с очередной хакерской атакой уже на почту Демократической партии. Но здесь скорее нужно говорить о том, каким образом Украине действовать или стране действовать или выстраивать свою внешнюю и внутреннюю политику в случае победы любого из кандидатов в Соединенных Штатах. И делать акцент, я думаю, как раз на второй части вашего вопроса. А, собственно говоря, что принесет Украине победа того или иного кандидата? Вот мне кажется, что если не будет изменений во внутренней и внешней политике в ближайшее время, то, как обычно, ничего. Ничего. Вот у нас не будет никакого влияния до тех пор, пока мы сами не изменим свою внутреннюю политику. Позволю вернуть вас на пляж снова. Вот мы видим картинку. Роман Семенов уже пытается пойти или идет на пляж и пытается воспользоваться им бесплатно. А почему нельзя вести видеосъемку? Расскажите. То есть мы зашли отдохнуть, хотим провести видеосъемку. Как мы отдыхаем? Закрытое заведение. Закрытое заведение. А почему закрытое заведение? На пляже, пожалуйста, идите. А сейчас вы куда направляетесь? А я вот хочу на пляже вот здесь песочек лечь, на песочек отдохнуть. Позагорать. Почему бы и нет? Идемте. Ну, вот сейчас Рома пользует свои помощи. Почему же ты? Пошел и сейчас пока ему никто не мешает. Возможно, когда он ляжет где-то... Сейчас мы расстелим подстилку и вляжем отдохнем на пляже заведения Ибиса. Пока охранник вызывает администрацию, потому что, оказывается, здесь запрещена видеосъемка. Если мало того, что там и вляжешь... Посмотрим. Сейчас придет администратор, и мы будем с ним говорить. А пока будем лежать. Интересно, на что будет ссылаться товарищ администратор, когда придет и скажет, что видеосъемка запрещена? Собственная уставка. Это закон Украины и чем еще? Ну, вот мы будем следить за развитием событий на пляже в углу нашего экрана. Видно, что будет там происходить. Давайте вернемся к выборам, к предстоящим выборам США. Сейчас, продолжая эту тему, хотелось сказать, что, знаете, политологи на первом курсе дискутируют. Является внутренняя политика продолжением внешней политики, да? Или внешняя политика – это продолжение внутренней политики любого государства. Вот я хочу сказать, что, конечно, должна быть, наверное, такая модель, когда внутренняя политика во многом должна определять внешнюю, но уж никак внешние перестановки сил определять внутреннюю политику независимого государства Украины. Так в любом случае происходит, к сожалению. А вот что касается уже конкретных заявлений Дональда Трампа по поводу Крыма. Это популизм, это просто цель увлечь электорат или он действительно может признать Крым российским, Путину еще крепче руку пожать? Вы знаете, все, что происходит сегодня, это безусловно часть избирательной кампании, часть предвыборной борьбы. И вот я бы это так воспринимал. Не говоря термин Голливуд или еще что-то, но это где-то очень близко. Что касается реальной политики, то как раз здесь Соединенные Штаты характеризуются, да, как и многие другие, как и большинство других демократических стран, характеризуются крайним там плюрализмом мнений во время избирательной кампании, но затем единством в реализации государственной кампании. Я привожу вас, мы просто можем не услышать весь разговор. Сейчас подошел администратор к нашему журналисту и уже поднимают и выгоняют с пляжа. Говорят, что это не положено, тем более пользоваться камерой. Сейчас мы зайдем непосредственно на территорию клуба Ибица, там, где находятся бассейны, где отдыхают люди. Вот, и надеюсь, можно упасть. Но пока подошел администратор и сказал, что мы можем свободно зайти и там лечь. Было бы очень интересно, если бы это все происходило без камеры. Можно, конечно. То есть это означает, что вы, каждый одессит, каждый гражданин Украины может бесплатно прийти на платный пляж. Как раньше казалось, что это платный пляж, оказывается, что это бесплатный пляж на территории клуба Ибица. И можете зайти спокойно, пройти вдоль бассейна. И я так понимаю, мы сейчас попробуем, может быть, даже искупаемся. Но, как минимум, охрана и администратор нам разрешили подойти ближе к воде, ближе к бассейну и там расположиться. Идемте дальше экспериментировать. — Приятно, что разрешили. Это очень важный момент. — Редневость восторжествовала. — Я думаю, с этого момента каждый, желающий отдыхать на пляже, сперва будет приобретать видеотехнику, а потом уже отправляться на пляж. — И брать компаньона, конечно. — Приятно осознавать, что именно этот сюжет, он, наверное, пользуется большей популярностью. И одесские пляжи, они затмевают любую политическую тему, в том числе такую важную, как в выборном мире. — Но ненадолго, вы знаете, всего месяц еще поможем об этом говорить. — А, да, еще. Ну, по крайней мере, в сезон. — Давайте вот такой гендерный аспект обсудим. Можете себе представить женщину в кресле президента Соединенных Штатов Америки? — Ну, было такое известное выражение по поводу украинской политики, что единственный мужчина в украинской политике — это как раз женщина. — Да, да. Поэтому, наверное, с какой-то долей вероятности можно то же самое сегодня сказать и о одном из кандидатов. — Но ведь у нее есть нужные характеристики. Она довольно жесткая, системная. — Конечно. Она прошла огромный путь, в том числе и карьерный, и путь политический. Поэтому я думаю, что здесь как раз никаких сомнений в компетентности двух этих кандидатов быть ни у кого не может. И повторяю, что не хватает украинской политики, не хватает единства. — Простите, компетентности двух кандидатов? Вы считаете, что Дональд Трамп, он компетентен? — Ну, я еще раз возвращаюсь к своей мысли, что есть предвыборная кампания, а есть управление государством. У нас, например, очень часто эти понятия смешиваются. И иногда предвыборная кампания продолжается весь срок Верховной Рады, полномочий и так дальше, или Кабинета министров. У нас даже была такая формулировка, один из политиков был отправлен в отставку за то, что он занимался политикой. Мы понимаем, о чем идет речь. То есть наращивал собственный рейтинг, вместо того, чтобы решать конкретные, условно говоря, хозяйственные, экономические, политические вопросы. Вот мне кажется, что это разделение очень важно именно для нас, и именно в контексте предстоящих выборов в Америке. Возможно, если придет менее проукраинский кандидат, возможно, это даже сыграет в какой-то степени и на руку нам, поскольку еще раз только подчеркнет, что необходимо единство элит, необходимо единая внутренняя и единая внешняя политика, а не постоянные поездки за рубеж и представление всего спектра возможных позиций. Ваше резюме, кто победит все же? Ну, мы не будем, наверное, гадать на кофейной гуще и делать ставки. Здесь проще подбросить монетку, а жизнь покажет. Будем вас ждать поближе к выборам, еще обязательно вернемся к обсуждению этой темы. Напоминаю, политолог Денис Яковлев был у нас в студии, спасибо вам еще раз. Мы заканчиваем говорить о выборах в Соединенных Штатах и вернемся с новой темой. И с новым гостем уже через две минуты оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова